Иерусалим Знаете, порой трудно благодарить Бога за одиночество, страдания, боль. Знаете, мы привыкли говорить Богу спасибо, что нам хорошо, спасибо, что нам удобно, уютно, спасибо, что у нас нет войны. Понимаете, да? Благодарить Бога за боль и одиночество, смотрите, на первый взгляд верующий человек оказывается ужасающе одиноким перед лицом уготованных ему испытаний. Но есть великий закон, один человек с Богом уже не один. То есть если человек с Богом, он уже не один. Он уже, ну скажем просто, он с отцом, он с сыном, он со святым духом, уже четверо. Итак, вера праведников в драгоценное наследство. Умирают праведники Божьи, а свидетельство об их вере остается на века. То нетленное сокровище, которым оботела их Божья благодать. Они несли меру в глинных сосудах сердца, и как истинные смиренные подвижники стремились к тому, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не человеком. Смотрите, Рихард Вумбрандт. Он родился 24 марта. Еще раз мы скажем, есть прочтение имени Ричард, и есть прочтение имени Рихард. Я предпочитаю прочтение имени Рихард. Поэтому, если вы предпочитаете прочтение имени Ричард, пишите Ричард, это ваше право. Итак, Рихард Вумбрандт. 24 марта 1909 год в Бухаресте он родился, 1909 год, а умер 17 февраля 2001 года в Глендейле, штат Калифорния. Да, он прожил очень много. Он был пастором еврейской христианской общины и основателем миссионерского общества, способствовавшего интересу преследуемых христиан или обездоленных, который назывался «Голос мученика». Что? В Бухаресте. Бухарест — это Румыния, Будапешт — это Венгрия. Да, он был в Румынии, он родился в Румынии. Он был пастором еврейской христианской общины и он был основателем общества, миссии, которая называлась, сначала называлась «Христос для коммунистов», а потом он стал называться «Голос мучеников». Да, она сейчас есть такая миссия. Они выпускают вот книга, вот она выпущена из «Голоса мучеников». Итак, давайте мы поговорим о нем. Рихард Вумбрандт родился в Бухаресте, в еврейской семье, которая была далека от веры предков. И он не получил никакого религиозного образования. Вот если мы говорили, что все остальные, они были в Талмуде, очень мудрые в Талмуде, они были в еврейской традиции, они были в познании. Рихард вырос в обыкновенной ассимилированной еврейской семье. То есть они знали, что они евреи, знаете, как советские семьи еврейские, да? Они жили еврейскими семьями, они жили обособленно, но он не получил религиозного образования. Его отец умер, когда ему было 9 лет. Его семья всегда испытывала недостаток в деньгах и довольно часто нуждалась в хлебе. Как следствие горького и нищенского детства, прошедшего в тяжелые и голодные годы Первой мировой войны, в возрасте 14 лет он стал атеистом. Он зачитывался книгами атеистическими и не просто не верил в Бога и Христа, он ненавидел даже мысли о нем и считал их вредными для человеческого разума. Есть еще такое свидетельство о нем, что он тайно был, он увлекался коммунизмом, большевизмом и он был тайно переправлен в Москву, где он учился в школе Коминтерна. Знаете, да, была такая школа Коминтерна, где они готовили, ну как бы скажем, проповедников, агитаторов, агитаторов. Вот он учился в этой школе и когда его вернули обратно в Румынию, свои же товарищи его и сдали. Почему? Потому что они испугались, потому что он слишком был харизматичен, он слишком был ярким и они поняли, что он займет их место, то есть он затмит их и они его просто сдали тайной полиции. Он посидел в тюрьме два года, не два года, год посидел и понял, что мы пойдем другим путем и он отошел от коммунизма. Но, смотрите, он говорит так. «Что сам неосторожно разрушил в себе то ценное, что могло и должно было принести пользу другим. Я был уверен, что Бога нет, но в глубине своего сердца я желал, чтобы он был и чтобы жизнь во вселенной имела смысл». Рихард Вумбран, «Христос пускается в тюремный ад». Смотрите, то есть жизнь нормальному, помните, мы говорили, что если еврей, он не с Богом, вот эта пустота внутренняя наполняется чем попало. Кто-то наполняет эту пустоту алкоголем, наркотиками, кто-то наполняет эту пустоту бандитизмом. Вы знаете, что в Америке мафиози были, известные мафиози были тоже евреями. Или политикой, или они катаются в науку. Посмотрите, Зигмунд Фрейд, Эйнштейн, то есть они пытаются заполнить пустоту внутри себя. Потому что еврей без Бога, он не может быть. И поэтому он кидается из крайности в крайность. И вот Рихард, он тоже самый. Он кидается в бизнес, он начинает заниматься бизнесом, они начинают торговать зерном. И он становится очень успешным человеком. То есть у него появляются деньги, шальные деньги. Знаете, шальные деньги, говорят, они не липнут к рукам. То есть он как их получал, он так их и спускал. То есть кабаре, всякие гульбы, ну все что угодно. Потому что внутри была пустота. Он жил с этой ненавистью. И вот в 1936 году он женился на Сабине Остер, которая станет верной спутницей и соратницей на его тернистом пути служения царю Израиля Вишуа. Работая биржевым маклером, Рихард продолжал искать удовольствие. Лгал, обманывал, был легкомысленным, причинял боль людям. А поскольку его организм ослабел лишениями, да, вы помните, да, что он и в детстве голодал, да, и потом тюрьма. То есть эта жизнь привела его к тому, что он заболел. В возрасте 25 лет он заболел киберкулезом. Интересный момент. Он заболел киберкулезом. Я когда потом размышлял над этим, знаете, иногда Бог допускает в нашей жизни, вот то, что мы когда-то говорили, не зачем, а почему. Бог допускает в нашей жизни болезни. Он допускает в нашей жизни какие-то тяжелые ситуации, которые помогают нам остановиться. В моем случае у меня погибла мама. Был несчастный случай, она разбилась. То есть мне было тогда 23 года, 22 года. То есть я вел тоже распутный образ жизни. Я занимался непотребством. Я пил с 14 лет. То есть при этом я интересовался Богом. Я искал Бога. Но жизнь была распутная. Жизнь была никакая. И Богу просто пришел в мою жизнь. Таким образом. Когда погибла мама, была пустота. И я начал искать что-то. И тогда пришел Бог. Это другая история. Но я просто хочу сказать, что многие люди приходят к Богу через такие ситуации. Они вроде бы успешные. Все хорошо. Бога не существует. Наступает проблема. И они приходят к Богу. Или наоборот. Они ищут истину. Они пытаются понять, как устроен мир. Посмотрите, сколько эзотериков. Сколько вот этих колдунов, магов, евреев. Почему? Потому что они ищут истину. Они ищут Бога. Потому что внутри человека заложен вот этот поиск Бога. Почему на кладбищах, когда человека хоронят, стоят люди, которые не знают этого покойника и плачут? Потому что их души. Души знают, куда идет этот человек. Понимаете? Мы духовные существа. Мы сотворены Богом. И этот дух внутри нас, он ищет Бога. Он выпияет к нему. И так же самое происходит в еврейской среде. Если еврей не с Богом, он где угодно. Ему нужно заполнить пустоту. Он будет искать Бога в эзотерике. Он будет искать Бога в политике. Он будет искать Бога в работе. Он будет искать везде, везде. Но когда он приходит к Ишуа, он находит вот этот покой. Он находит вот эту целостность, вот этот Божий шалом. Итак, что происходит с Рихардом? «Будучи убужденным атеистом, но осознавая неизбежность смерти, я обратился к Богу. Моя молитва была чем-то вроде «Боже, я знаю, что Ты не существуешь. Однако, если Ты бы даже и существовал, я не обязан верить в Тебя. Это Твой долг убедить меня в своем существовании». Рихард Вумерн, пытаемый из-за Христа. То есть представьте себе молитва. Вообще-то я знаю, что Ты не существуешь. Однако, если Ты даже существовал, существуешь, я не обязан с Тобой вообще иметь каких-то дел. Ты со мной вообще, Ты докажи мне, что Ты есть. Вот такую молитву я очень часто молюсь с некоторыми людьми. Мы находимся в каких-то ситуациях. Я ему говорю, слушай, ну ты веришь, что Бог есть? Он говорит, да какой Бог, послушай, что ты мне в мозги вообще? Ну я, какой Бог? Я говорю, ну давай мы сделаем так. Просто вот Бога нет? Он нет. Он говорит, если Его нет, то проблеме нет. Вот скажи, вот, Боже, я не верю, что Тебя нет. Я верю, что Тебя нет. Но если Ты все-таки есть, докажи мне это. И человек такой, да, подумаешь, Бога нет, скажу. И говорит, у меня есть вера, что Бог ответит. Вы знаете, иногда Бог отвечает даже тогда, когда у других нет веры. Больной, который лежал и которого принесли к Иисусу друзья, у него не было веры. У него болезнь была, у него была проблема. Но у друзей была вера, что Иисус может исцелить. И что, исцелил этого человека, да? И человек уверовал. Поэтому иногда вот вам подарок на сегодня. Помогайте своим людям, близким, родным там. Мама, ну не веришь ты? Ну, если нет, то помолись, скажи это. Если его нет, то ничего не будет. А если есть, то что ты услышишь? Хорошо. Ответом на молитву Вомрата стал старый немецкий плотник по имени христиан Вольфикс. В период возрождения Евангельской Лютеранской Церкви, начатым пастором Шергом, он принял христианство, а позднее присоединился к общине братьев, называвших себя христианами по Евангелии. Знаете, он понимал, что христианин, который не благовествует, вот этот Вольфикс, тоже, кстати, очень интересный человек. Мы о нем поговорим, вот особенно как раз у нас осталось немножко времени до перерыва. И он понимал, что если христианин не благовествует, хотя бы в незначительной степени, он не выполняет своего долга. И потому что, вы знаете, долг верующего, да, в чем состоит? Нести свет людям, нести благую весть. И так, однажды, когда он был серьезно болен, когда вот этот Вольфикс заболел, он лежал в бреду, и когда он открыл глаза, возле постели сидел какой-то молодой человек. Он всю ночь с ним сидел и молился за него. Он молился за этого Вольфикса, и оказалось, что это был еврей-христианин. И когда он увидел вот эту любовь этого человека, вот это глубокое посвящение, он просто начал просить Божия. Боже, я хочу посвятить, вот я хочу просто вложить свое дело в проповедь Евангелия для евреев. Я просто прошу Тебя. И у него есть интересная молитва. Боже мой, я служил Тебе здесь, на земле, и поэтому хочу получить свою награду и на земле, и на небе, и на небе. А награда пусть моя будет в том, чтобы я не умер, пока не приведу ко Христу еврея, потому что Христос сам вышел из еврейского народа, но я беден, стар и болен. Я не могу ходить и искать евреев, а в моей деревне их нет ни одного. Переведи евреев в мою деревню, а я сделаю все, что в моих силах, чтобы привести его ко Христу. Хорошая молитва. Знаете, у меня есть такое желание, вот я поделюсь с вами своим, как бы, то, что Бог вложил в мое сердце. Мы очень часто говорим, мы будем достигать тысячи евреев, мы будем достигать миллионы народов, мы будем молиться часами, мы будем строить, мы посвятим свою жизнь. И вот это, знаете, вот так из года в год. Мы будем, я буду, я обещаю, я делаю, я не делаю. И я заметил, что в моей жизни происходит то же самое. Я такой, я становлюсь таким человеком. И мне становится страшно, потому что я знаю, что за каждое слово я отвечу перед Богом. За каждое пустое слово я отвечу перед Богом. Если я ему обещаю и не исполняю, то лучше мне вообще не обещать. Если я говорю, Боже, я пойду, и я не иду. Кто я? Если я говорю, Господь, Он прощает, конечно, Он покрывает милость, Он дает любовь. Он понимает, что мы еще дети, знаете, мы иногда вспыхиваем. Вот, я пойду, буду в Африке служить. А потом мы понимаем, какая Африка? Ни языка, ничего, я не умею ничего. Что я там буду делать? Откуда мне хотя бы денег взять в ту Африку поехать? Понимаете? Ну и ты забываешь, а потом приходит что-то новое, приходит что-то опять. И вот так оно продолжается. И я понял для себя простую вещь. Вот этот Вольфекс дал мне такое понимание. Я буду молиться об одном евреев в год. Я буду молиться, чтобы Бог дал мне одного человека. Еврея, не еврея, но чтобы Он дал мне одного человека, которому я смогу засвидетельствовать, которого я смогу проповедовать и которого я смогу привести к Господу. Один человек. Мне не нужно тысячи. Один. Хватит одного. Я буду просить, Боже, пожалуйста, дай мне этого человека. И вот мы начали в общении, вы помните эти письма, да? Три человека. Родной, близкий, родной человек, потом человек, которого мы не знаем. И последний человек, это тот, кто отошел, человек, кто нуждается в Господе. И просто молиться за этих людей. Боже, помоги нам, Боже, чтобы эти люди стали нам открытыми, чтобы мы смогли выйти в их жизнь. Господи, вот один человек для Тебя. И вы знаете, начинает Бог потихонечку что-то делать. И второй момент. Люди говорят, я буду молиться часами за родных, близких, за Израиль во спасение. Марина знает. Пять минут в Израиль. Пять минут в день. Молитесь за Израиль. Возьмите для себя правило. Пять минут в день. Ну, поставьте число. Мы молимся вообще не в девять вечера в основном. В девять вечера мы молимся за Израиль. Каждый день. Триста шестьдесят пять дней в году, да? Триста шестьдесят пять дней в году. Без перерыва. Хотите, в восемь утра себе сделайте. Хотите, в три часа ночи. Но каждый день постарайтесь это делать. Просто молитесь, благословляйте Израиль. И вдруг вы увидите, что начнется что-то двигаться. Когда мы верны в малом, Бог открывает нам большее. Когда мы верны в том, что нам вот это небольшое, что мы берем, Бог дает нам еще большее. Потому что мы хотим сразу и Мерседес. Не бывает сразу Мерседеса. Ну, простите, не бывает так. Поэтому то, что делает этот человек, вы даже не представляете. То есть, что делает этот человек? Этот человек просит, дай мне одного человека всего лишь. Мне не нужно богатство, слава, мне не нужны деньги. Дай мне одного человека, дай мне одного еврея, чтобы я смог ему засвидетельствовать и привести его к тебе. И Бог ответил. Послушайте. Первым евреем, который приехал в маленькое горное селение Вулкана, оказался молодой человек по имени Рихард Вумранд. Представьте, человек молится, и вдруг в их селение приезжает непонятный парень, еврей, который больной тиберкулезом. И там, в этом селении, ну никакого развлечения, там ни театра, ни библиотеки, ну ничего. И он идет к этому Рихарду, он просто на руках его носит. Он его, я не знаю, он его кружит, он его танцует, он с ним общается, он его преследует просто. Он дарит ему свою библию, он дарит ему свою библию. А Рихарду нечего делать. Послушайте, он приехал в провинцию, потому что там горный воздух, у него тиберкулез, ему надо, ну, лечение проходить. Там была лечебница тиберкулезная. И получается, что он в этой лечебнице лечится. А что ему там делать? Читать нечего, гулянок нету, пить нельзя, потому что лекарства пьет. Что делать? Тут этот немецкий плотник полуумный вручает ему эту библию, и Рихард начинает читать. Он начинает читать всю библию. Он прочитал ее от начала до конца. И вот он просто, знаете, смотрите, что говорит сам Рихард. Мои слова, мои слова. Библия, которую я держал в руках, была не похожа никакую другую. Позднее я понял ее секрет. Вольфекс и его жена провели над ней много часов. Ежедневно и еженошно молясь о моем спасении и спасении моей жены. Практически я не мог ее читать. Я плакал над нею. Слезы навертывались мне на глаза, как только я начинал сравнивать свою грешную жизнь эгоиста Жизнь того, кто нес людям добро. Рихард Вумбран «Христос на еврейской улице». Вот эта книжечка «Христос на еврейской улице». И в ней он описывает свою жизнь. И я вам хочу сказать, что... Вы представляете? Как звали этого? Его звали... Его звали Вольфекс. Его звали Вольфекс. Христиан Вольфекс. Но я вам хочу рассказать другую. Ну вот осталось у нас пять минут. И я вам расскажу продолжение этой истории. Рихард Вумбранд, выйдя из одиночной... Он провел в тюрьме. Потом он сидел в тюрьме за свою веру. Он вышел из тюрьмы после семилетнего одиночного заключения. И проповедовал в одной церкви. И вдруг он увидел старого человека, который... Ну он проповедовал. Он говорил о том, что мы должны приносить плоды в царство. Мы должны приносить Богу плоды. И он вдруг увидел старого человека, который громко плакал. Сокрушался. Знаете, вот как бывает, вот человек, как Дух Святой касается, он плачет. Он подходит к нему и говорит, что случилось? И он говорит, я за всю жизнь так мало послужил Богу. Я за свою жизнь всего лишь одного человека к Богу привел. А ведь мог многих привести. Ну вот и заботы мира, это все не дало мне это. И они как-то разговаривали с ним, а кого ты привел? Он говорит, да там вулкан, знаете, вот есть такое городное селение вулкана, да. Да там потник был такой, вот Вольфикс его звали. Он говорит, это вы Господу привели Вольфикса? Он говорит, да. Вольфикс привел меня к Господу. А через Рихарда Вумранта тысячи людей пришли к Господу. Иногда мы, не думая, можем взять одного человека, просто привести к Богу. Но это будет апостол Павел. Мы иногда думаем, чем больше, тем лучше. А может сделать хотя бы то, что мы можем. А Бог использует это для того, чтобы достигнуть других людей. Думал ли тот человек, который привел всего лишь одного какого-то плотника, вот этого Вольфикса к Богу, что он станет родоначальником большой семьи евреев-христиан по всему миру. Что многие евреи и неевреи, которые страдали за Христа, которые были за железным занавесом, придут к Богу, потому что однажды он сказал Благовую весть. И этот человек потом благодарен за то, что какой-то еврей-христианин молился возле его постели, посвятил себя служению этому. Понимаете? Мы иногда, вот у нас такое мерило, чем больше, тем лучше. Но мы опять же, я говорю, что Рабинович умер и не было преемника. Мы посмотрели на Розенберга в Одессе. Большое служение, 50 тысяч рублей с золотом имущества не стало. В Польше купили целое здание. Миссия то. Нету. Люди, которых он поднимал, погибли. Пессимизм. Руки опускаются вниз. Ну, помните, руки в отцу. Но Бог дает ора и арвана. И Бог начинает побеждать. Понимаете? Для меня это было вдохновение, потому что очень часто, когда ты что-то делаешь для Бога, ты делаешь какие-то вещи, тебя начинает терзать сомнение. Вот мы вообще не делаем передачи, да? Мы с Валентином Романовичем, с нашим Равином делаем передачи. Иногда ты смотришь и думаешь, потратил время, потратил кучу, кучу, кучу всего. А где плоды? Где эти люди? Ну, где? И знаете, в моей жизни, слава Богу, Бог подтвердил меня опять же, как этому человеку. Однажды на одном служении, не здесь, в другом городе, я познакомился с одним молодым парнем, который покаялся после того, как он посмотрел нашу передачу. Я подумал, один человек, один человек, один. Вот ради него, одному, может, стоило вот это все делать. Один человек всего лишь. А мы иногда думаем, знаете, мирила мира побольше мне, мне, хорошему, чтобы все меня знали, чтобы я был на пьедестале, я сказал и началось, я взмахнул рукой и пошло. На самом деле, у Бога другие критерии. Помните, мы говорили, какие главные критерии? Верность в малом, да? Верность в малом. То, что произошло с этим Вольфаксом. Что произошло с этим Плотником, который проповедовал Рихарду? Который молился о спасении. Вольфакс непрестанно молился, и его молитва, и Библия совершили переворот в сердце Рихарда. Они почти не говорили между собой, но старый Плотник инстинктивно чувствовал то, чего не знают многие миссионеры. А именно, секрет, вот именно, знаете, в чем секрет успеха заключается в том, чтобы дать покой душе и дать Богу работать в этой душе. Мы хотим иногда информации много. Ты грешник, кайся, бегом, человек быстро, чтобы не обидеть. Нас повторяет знамя вот эту мантру покаяния, и все, ты спасен. А не происходит вот этого оборота, то есть Бог, понимаете, что Бог дает покаяние. Дух Святой дает покаяние. Это Его привилегии, это Его прерогатива. Наша прерогатива молиться, нести, достигать, и Бог приходит. Знаете, Он приходит на жертву. Огонь сходит на жертву, да? И так же самое происходит здесь. Давайте мы посмотрим дальше. Итак, в 1936 году Ричард, а потом его жена Сабина обратились к Господу. Сразу же после уверования они начали активную подпольную миссионерскую деятельность среди евреев. Они стали одними из основателями большой миссианской общины в Бухаресте. Они были евреями и христианами в полном смысле слова, подлинными героями веры. Кстати, первым пастором, пастором Вумбранта был вот этот брат, о котором мы говорили, да, который был пастором раввином в городе Яссы. Его звали Ицкак Фонштейн. Он был его, скажем, первым пастором, духовным лидером, тем, кто поддерживал в первое время уверование. Знаете, когда мы приходим к Богу, все вокруг нас становятся прекрасными, белыми, пушистыми. Мы смотрим и восхищаемся. Вау, какие они хорошие, какие они прекрасные. А потом вдруг мы начинаем видеть, что оказывается люди остаются людьми. И верующие люди, они тоже могут совершать какие-то неправильные вещи. Они могут совершать какие-то глупости, знаете. И вот, что происходит? Что происходит потом? Получается, что он был его духовником. Он был его духовником, он был его духовным лидером, духовным наставником. И вокруг него, опять же, мы говорили о миссиях, да? Он начал общаться, сотрудничать с норвежской миссией Израиля. И был такой там пастор, который помогал ему. И они начали собирать евреев. И образовалась группа евреев, которая потом, впоследствии, стала церковью, общиной. Итак, большинство евреев и христиан, составившие впоследствии нашу общину, заняли международную позицию, хотя формально мы считались лютеранами. То есть, миссия была лютеранской формально, но она называлась церковью любви. Благодаря милости Божией я встретил братьев всех национальностей, которым целиком отдали себя на служение Богу Израиля. И в этом был сокрыт Божий план. Чтобы впоследствии вызвать ревность у евреев, у еврейского народа. И я завидовал им и старался, подобно им, быть верным делателем для Яхва, его избранного сына Иешуа Мессии. Вихард Вумбран, Христос на еврейской улице. То есть, помните, мы говорили о миссиях, что были миссии от церквей, да? И были миссии свободные. Вот эта община началась от лютеранской миссии. Миссия Израиля, ну как бы, миссия из церкви Израиля к еврейскому народу. В чем интересно? Они как бы были формально лютеранами, под покровительством этой миссии, как бы, как лютеране. Но они праздновали, опять же, суббота. Они делали субботу, проводили служения, евангелизационные, призывные служения, куда приходили евреи, чтобы они там проповедовали. Потом были служения, потом они делали евангелизации именно на еврейские праздники. То есть, конкретно они приурочивали евангелизацию к еврейским праздникам. И самое интересное, что проповедь была очень простой. Они говорили о Ишуа. Они говорили о Ишуа, который любит. И они оказывали, ну, вы понимаете, иногда мы говорим людям, что мы любим. Ну, я люблю тебя, мы любим друг друга, у нас любовь в общине. Но как проявляется любовь? Делами. Только делами. Потому что слова, они остаются словами. Но они делали такой момент, который очень мне нравится, и который, я надеюсь, мы скоро тоже будем в общине проводить. Они делали посты любви. Что такое пост любви? Например, нас 10 человек. И мы хотим поститься сегодня. За что? За то, чтобы Бог благословил нашу общину, благословил наши семьи. Скажите, сколько, например, в день я трачу на еду? Ну, каждый из нас по-своему, да? Я, например, там трачу 50 гривен. Хорошо. Ну, скажем так. 10 человек по 50 гривен сколько? 500. И вот мы приносим эти деньги в общее котел, в общее хранилище. И потом покупаем продукты и отдаем тем, кто нуждается в этом. И мы говорим, как в Писании, накорми голодного. Понимаете, да? И таким образом они начали делать вот этот, они проявляли такую любовь. И вот представьте, что приходит какая-то бедная еврейская бабушка. И к ней приходят незнакомые люди и приносят ей продукты. Просто так. Она говорит, откуда, почему? Они говорят, а мы просто, вот мы евреи, верующие в Христа, мы любим вас. И они не говорят, приходите к нам на собрание. Веруйте в Иисуса. Вот просто мы пришли помочь вам. И это начинается как-то регулярно. В конечном итоге бабушка думает, а что же там происходит? Что это за люди? Вы понимаете, да? Или наоборот, вообще не есть верующие, да? Которые нуждаются. Кто им поможет, как не мы? Понимаете? И вот этот принцип они впроваживали в життя по-украински. Воплощали в жизнь, да? И получается, картина в том, что вы должны понять, что 1936 год, потом это уже дальше, это была уже нацистская Германия, да? Румыния, она входила в союзницы нацистской Германии. И там был пронацистский режим. И евреев там преследовали. Конечно, не так, как в Германии, жестко, вот так сильно. Но там тоже было очень жестокое преследование. Вначале там убивали много евреев. И смотрите, о чем, что я говорю. То есть община, она была еврейской. И это признавали все. То есть, ну, она отличалась, может, от тех общин, которые были, например, у Аки, да? Или от общины, например, которая была у Розенберга. Или от общины, которая была в Одессе или в Киеве. Почему? У каждой общины было свое лицо. Каждая община была не похожа на другую. Мы не можем, знаете, знаете, Одесская община не похожа на киевскую сейчас общину, да? А все мы вместе не похожи на общину, не знаю, в Иерусалиме. А вообще другая община, чем в Нью-Йорке. Мы сами создаем эту семью. Знаете, как семьи. Есть много разных хороших семей. Но у нас одна фамилия. Вот так же самое и здесь. Есть Ишуа Мессия. Есть его ученики. И есть разные общины. Рихард Вомбран создал уникальную общину, которая называлась «Церковь любви». Кахила Агават. То есть община любви. Община, которая несет Божью любовь. Во время войны в Румынии процветал антисемитизм. И евреи, и христиане. Вы помните, мы говорили, что евреи, верующие в Христа, они не были защищены. То есть это не было, что я покаялся, я покрестился, мне дали справку. К мне пришел какой-то нацист, эсэсовец. Я ему говорю, а я еврей-христианин, я верующий в Христа, я все. Он говорил, нет, ты еврей. Пошли. То есть вера в Ишуа не ограждала их от вот этого насильства, которое целило в то. И смотрите, нацисты не делили евреев на верующих или неверующих в Иисуса. 28 июня 1941 года по Румынии прокатилась волна погромов. В городе Яссе было убито 11 тысяч евреев. Вот просто вдумайтесь, в один день 11 тысяч человек. 11 тысяч человек. Это же сколько надо было, я не знаю, как надо было их убивать, сколько надо было оружия, сколько надо было людей. 11 тысяч жизней. И среди этих несчастных были члены еврейской христианской общины, которую возглавлял Ицхак Фонштейн, духовный отец Вумбранта. Я уже рассказывал эту историю, когда их запихали в этот вагон железнодорожный, когда они там стояли, не могли шевелиться, и когда уже пришло, все начинают понимать, что они просто задыхались там. И раввин начал петь псалмы, да, а Вумбрант начал проповедовать. Итак, когда нацисты уже потом, уже позже, когда нацисты вошли, оккупировали Румынию, и то есть как бы получилось так, что нацисты вошли в Румынию, но они как бы еще, Румыния сохраняла, как бы скажем, нейтралитет, там стояли просто войска, да. И что начали делать, что начал делать Вумбрант? Мало того, что они, во-первых, евреям благовествовали и прятали евреев, да, они начали немцам проповедовать. Это вообще уникально. То есть немцы убивали евреев, нацисты, я не говорю немцы, да, вы должны понять. Убивали нацисты, убивали антисемиты, которые были разных национальностей. Были антисемиты русские, украинцы, немцы. Но Рихард понимал, что он ненавидел грех, но он любил грешников, как Иисус, да. Они начали делать Евангелие Иоанна на немецком языке. И они начали проповедовать, раздавать эти Евангелия солдатам. Они начали проповедовать. И немецкие солдаты, многие были просто в шоке, у землины, когда евреи начинали проповедовать им христианство. И смотрите, когда там начались бомбежки, да, вот помните, что Румыния, в Румынии есть богатые нефтохранили, ну нефть есть, да, много нефти. И получается, что советские войска, ну как бы советские самолеты бомбили Румынию очень часто. И люди уходили в бомбоубежище. Что делал Вумбрандт? Они вместе со своими ребятами бегали по бомбоубежищам и проповедовали. И люди каялись, потому что, ну, с неба падают бомбы. Я не знаю, что будет через минуту. И они приходили и говорили, вам нужен Иисус, вам нужен Ишо, вам нужно покаяние. И это просто, знаете, как по времена апостолов, наверное. То есть бомбы, взрывы, а они бегают из бомбоубежища в бомбоубежище. Их выгоняют, они идут в следующее. Они не прекращают. Рихарда два раза арестовывали, сажали в тюрьму. Но вот этот представитель норвежской миссии, которая вот эта миссия Израиля, они просто вырывали его из этих нацистских застенков. И что, смотрите, дальше происходило. Что говорит Вумбрандт? Израиль, еще момент, его жена, его жена стала очень верной, ну, стала верной помощницей его. Она просто была, ну, та, которая поддерживала его руки. И, ну, жена его была верующей, она была еврейка, верующая в Мессию, и она поддерживала своего мужа, она терпела с ним. И, кстати, в будущем, когда он сидел, ее тоже посадили в тюрьму. Есть книга, она называется «Жена пастора». И когда я читал ее, ну, вам сказать, не дай Бог нам пройти через то, что ей добилось пройти. Это было страшно. Она проходила через мучения, пытки. Но даже там она умудрялась проповедовать, и даже там она умудрялась спасать людей. Ну, Господь спасал, а через ее проповедь. Итак, смотрите. Рихард Вумбран говорил так. Израиль исполнит свое предназначение, для которого он был избран, если примет Христа таким, какой он есть, и будет верить ему бесконечно, пусть даже не всегда понимая его. Мы должны принять Христа и вместе с ним объять своей любовью всех его учеников, из всех народов, со всеми их недостатками и несовершенствами. Что касается лично меня, то после всех своих духовных испытаний я нашел то, что искал. Я исповедую любовь. Рихард Вумбран, Христос на Еврейской улице. Итак, в 1945 году, вы помните, победа, Великая Война закончилась. В Берлин, он захвачен Берлин, Гитлер застрелился. Румыния тоже захвачена. Там устанавливается прокоммунистический режим. И в здании румынского парламента был создан религиозный конгресс. В нем принимали участие 4000 представителей духовного сословия. Епископы, священники, пасторы, раввины, муфтии аплодировали. То есть, знаете, их там созвали, скажем, на большой такой конгресс религиозный. И на стене висел большой портрет Сталина. И когда сказали, что Сталин будет почетным представителем на этом конгрессе, все дружно зааплодировали. Знаете, спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. При этом они даже сочли уши не думать о том факте, что этот человек уничтожал тысячи и тысячи христиан. Тысячи и тысячи верующих христиан. Патриарх Никодим, патриарх православной церкви румынской, дрожащей рукой благословил собрание. Руководители приходов, реформаторы, лютерани, верховный раввин поднимались на трибуну один за другим. И все они, конечно, говорили спасибо. Спасибо коммунистической партии Советского Союза, которая помогла нам, которая освободила нас, дала нам религиозную свободу. Только так мы будем жить. То есть спасибо. И Рихард Вомбранд был приглашен вместе с своей женой. И он говорит так. Мы с женой присутствовали на этом конгрессе. Сабина прошептала мне. Ричард, встань и сотри этот позор с лица Христова. Они плюют ему прямо в лицо. Я ответил. В таком случае ты потеряешь мужа. Она сказала. Я не хочу быть замужем за трусом. Тогда я встал и произнес обращение к конгрессу. Славя не убийц христиан, а Иисуса Христа. И провозглашая, что наша верность принадлежит прежде всего ему. Выступление на конгрессе транслировалось по всей стране. Поэтому вся Румыния услышала весь о Христе. Провозглушенную из зала, где заседал коммунистический парламент. Впоследствии мне пришлось заплатить за свою речь. Однако это того стоило. Рикард Вомбрат, пытаемый за Христа. То есть он был тем, он не согласился с этим. Жена, представьте, как жена говорит, Ричард, встань. Ты посмотри, что они делают. Они в Христа плюют. Они плюют просто в Машеяха, в нашего еврейского мессию. И он понимал, что если он это сделает, у него будут большие проблемы. Но жена была, ну то есть их вера была такая, и они ее выражали. Знаете, очень часто сейчас мне говорят, вообще, что вы лезете вообще куда-то? Что, сидите себе спокойно дома? Ну, почему вы лезете в какую-то там политику, выражаете там какие-то вещи? Послушайте, если мы будем молчать, то, знаете, иногда, ну, будет неправильно. Если мы будем соглашаться с беззаконием, оно будет. Мы должны говорить открыто. Аборты — это неправильно. Это грех. Воровство — это неправильно, это грех. То есть мы не должны молчать. Мы не должны молчать, говорить, что педофилия и гомостексуализм — это хорошо. О, что вы лезете, это политика. Не политика, посмотрите, поляки, да, Польша — католическая страна, и они являются членами Евросоюза. И когда у них попытались протолкнуть вот эту статью о гомосексуализме, католики вышли и сказали, мы не согласны. Это единственная страна в Евросоюзе, в которой этой статьи нет. Понимаете? Потому что христиане не побоялись сказать. Когда-то христиане побоялись сказать, когда был Гитлер. Побоялись. Когда был Гитлер. И Гитлер пришел к власти. И они молчали, когда евреев убивали. Я помню эту книгу, в которой один пастор свидетельствует. Я был маленьким мальчиком, и мы приходили на воскресные служения. Наша церковь стояла возле железной дороги, по которой евреев везли в Освенцин. И каждый раз, когда они приезжали мимо нас, мы слышали крики и плача этих людей. И пастор говорил, пойте громче, славьте Господа. Мы пели Богу хвалу. А мимо ехали евреи, которых везли убивать. Представляете себе картину? Ну что было бы, если бы они молчали? Что бы было, если бы они сказали, нет, мы не согласны с этим? Были такие люди, они говорили это. Они прятали евреев во время войны. Был такой глаголев, православный священник. Во время войны они спасли 9 евреев. И когда его спросили, ну почему же ты, священник, православный, спасал этих христоубийц? Он говорил, я спасал не христоубийц, я спасал тех, через кого Бог пришел в этот мир. Я спасал народ Бога. Я спасал моих братьев. То есть, понимаете, должно прийти время, когда мы начнем не бояться говорить правду. Когда мы начнем выражать нашу активную позицию. Я не говорю вам, лезь в политику, знаете, там политика грязное дело. Но мы можем говорить, кто мы и во что мы верим. Мы можем говорить, если это не, ну, это нормально выражать свою позицию. Христиане, помните, он говорит, когда Павел приходил, когда Павла переводили к этому, к Феликсу, прокуратору. И он говорил, он говорит, что ты-то меня, христианинам хочешь сделать? А он же ему не пропадал, он просто говорил, я верю в Христа. Я верю в это. Понимаете? Иногда наша активная гражданская позиция может остановить беззаконие. И это нормально. Мы не должны бояться этого. Иначе, знаете, Писание говорит, камни заговорят. Хорошо. Итак, после Конгресса представители Коммунистической партии связались с Рихардом. Они говорят, ну, сказали ему так. Послушай, мы понимаем, ты, он был представителем Всемирного Конгресса церквей. И он был представителем вот этой норвежской миссии, ну, вот этой евреи. И он говорит, ну, слушай, ну, мы понимаем, конечно, что ты такой парень хороший. Но вот давай мы сделаем так. Ты признаешь, что ты, ну, погорячился, ну, бывает так, погорячился немножко. И будешь работать на коммунистический режим. То есть, ну, мы дадим тебе власть, ты станешь во главе какого-то аппарата, ты будешь во главе министерства религии. И будет хорошая квартира, у тебя будет постоянное питание. Он говорит, нет. Послушайте, в нашу жизнь, знаете, как верующие будут приходить испытания. Согласимся мы с ними, не согласимся, как и шо. Приходил, пришел дьявол, говорит, что? Царство мира дам тебе, поклонись мне. Господу Богу твоему служи, да? То же самое произошло с Вомерантом. Это было искушение. Он понимал, что если он не примет это предложение властей, будут проблемы. Рихард сказал нет. И 29 февраля 1948 года его арестовали. Спустя некоторое время арестовали его жену. Послушайте, у них был маленький ребенок, мальчик, его звали Михай. Этот Михай рос, вырос, забрали квартиру, где жили они. И его забрала сестра из этой церкви, которая основала, из этой общины, общины любви. Агават Кехила, который организовал Вомерант. Это была старая женщина, и она жила в коморке. Вот знаете, вот коморка. Не комната, а коморка. Что-то там узкое, как пенал, с лампочкой, без света. И она забрала этого мальчика. И она воспитывала его, как могла. Над ним издевались, над ним смеялись. Он отказался носить галстук, потому что он сказал, как я могу носить галстук, ту власть, которая уничтожает моих родителей. И, конечно, его тоже начали прессовать, понимаете. Помните, как в советском времена, я помню еще до сих пор, школу, пионеры, галстуки. И у нас был мальчик один, я помню до сих пор фамилию его, Капустин. И как-то он сказал, что он верит в Бога. Я помню, какой был скандал, как его выставили перед всеми школой, как показывали на него пальцем, сняли этот галстук, как тебе не стыдно, а ты... И вот то же самое происходило с этим мальчиком. То есть, помните, мы вначале говорили, что славить Бога хорошо, когда ты находишься в хороших условиях, когда все прекрасно. Но когда ты находишься в таких условиях, легко ли славить Господа? Итак, 14 лет унижений и пыток. Два года одиночной камеры. Я сказал всем, это неправильно. Два года одиночной камеры. Послушайте, побудьте в одиночестве хотя бы пару дней. А это два года одиночной камеры. Это пытки. То есть, его просто, знаете, как делали? Замораживали до смерти практически. Потом вынимали, отмораживали и опять замораживали. И вот так его кидали из холодильника в холодильник. Его ставили в такой пенал, он был в гвоздях вот так. И то есть, получается, если он стоит, он может не прикасаться к этим гвоздям. Но когда уже сила, он не может, он опирается. И он был просто весь исколот, стекал кровью. То есть, просто его, его просто мучили, над ними издевались. Его резали ножами, его пытали. И очень, очень простой момент. Откажись от Христа. Согласись работать на нас. Согласись работать на нас. И в твоей еде не будут кошачьи и человечьи какашки. Согласись. И посмотрите, сидя один в грязной полной крыс-камере, нескольких сантиметров от безумия и смерти, этот измученный пытками человек поднимал свой взор к небу и молил Бога обратиться к нему. И Бог ответил. Но не словами, а полным отчаяния душераздирающими воплями, оставленными на кресте Мессии. Своей тяжкой скорби в 20 веке за железным занавесом мученик за Христа услышал эти вопли оставленного измученного Иешуа. Послушайте, я согласен, что сейчас другое время. Но многие евреи и христиане, они проходили через мучения. Они платили цену за свою веру. И эта цена была очень тяжелой. Это большая цена была. И они действительно были теми, кто прославляли Господа. Господь не давал мне ничего, кроме страданий. Буду ли я, несмотря на все это, так же любить Его? Как я мог славить Господа своим молчанием? Вначале я молился в основном об освобождении. Я говорил Богу, ты сказал в Писании, не хорошо, чтобы был человек один. Почему ты оставляешь меня в одиночестве? Но из дней складывались недели, и моим единственным гостем был только охранник, принесящий мне корки хлеба и не говоривший ни единого слова. «Постепенно мне пришло на ум, что на дереве тишины созревает плод мира. Я начал видеть себя таким, каким был на самом деле. Я получил подтверждение, что в действительности принадлежал Христу. Даже в этих обстоятельствах мои мысли и чувства постоянно склонялись к Богу. Ночь за ночью я заполнял молитвой и славословием». Вихард Фомбер, пытаемый за Христа. То есть он молился и постился. И знаете, в другой книге он говорил, что «я молился за Израиль. Я молился за то, чтобы Господь спас Израиль, спас мой народ. Он молился за свою общину, которую Бог доверил ему». И однажды, это так было интересно, ему принесли кушать. И когда он кушал, на дне тарелки прилип кусочек газеты. И он отодрал, и там было написано, что государство Израиль основано. То есть вы понимаете, да? То есть его посадили в тюрьму в 1948 году, когда еще не было Израиля. И потом прошло время, он уже прошел кучу-кучу времени, он не знал, что происходит в мире. И тут оказывается, что уже прошло 5 лет или 4 года. А оказалось, что то, что он просил у Бога, Бог показал, что он ответил на его молитву. То есть представляете, какое было для него облегчение. И потом, в дальнейшем, Бог посылал очень тоже интересный момент. Знаете, для меня тоже это очень, ну как, для меня это было знаково. Он говорил так. Когда мы сидели в камере, в камере с верующими людьми, у нас не было разделений. Православные, католики, лютеране, баптисты, мессианские евреи. Мы не искали разделений. Мы не искали, ты веришь так, ты веришь так, ты молишься на коленях, ты не молишься. Ты в шаббат, ты не в шаббат, ты крестишь младенца. Говорит, у нас не было такого разделения. Среди нас был Христос. Среди нас был Ешуа. Мы вспоминали Писание на память, кто-то помнит какие-то места. Мы старались научить друг друга этим местам. Мы старались научить друг друга своим гимнам. Кто-то пел песни, ну знаете, гимны. То-то, ну, то есть, мы говорим, только когда мы вышли из тюрьмы, вдруг неожиданно между нами возникли стены. Вдруг мы поняли, что друзья перестали быть друзьями, потому что вот эти динамизационные штуки, они просто, ну, почему ты так молишься? А что закипано в твоей голове? А Иисус не говорил делать вот так. А вообще, ты крести... Ограничения поставили. Тут даже не ограничения. Мир начинает диктовать свои условия. И, к сожалению, я увидел, знаете, в своей жизни, что порою мы такие и есть. Если человек не похож на нас, если он не верит так, как мы верим, тогда у нас возникают какие-то опасения к этому человеку. Почему ты такой? Понимаете? И мне, кстати, я очень много об этом каялся раз. Очень много каялся, потому что кто мы такие, чтобы судить чужих судей? Ну, чужих служителей. Мой первый духовный наставник был православный. Православный человек, который страдал за веру, который сидел в тюрьме во время Советского Союза. Я был протестантом уже. Я верил, ну, я был в мессианское общение. Я с мессианское общение самого своего обращения, покаяния. И я вам хочу сказать, что этот человек научил мне многим хорошим, правильным вещам, которые в дальнейшем, когда я падал, когда я совершал глупости, делал неправильные вещи, они помогали мне оставаться на полу. Он мне говорил очень простую вещь. Он мне говорил, самое главное, смотри на крест. Всегда смотри на крест. Я не мог понять, почему смотри. И потом, когда пришло время, я понял, крест разделяет мою жизнь на прошлое и на... А на кресте настоящее, Ишуа. Воскресший Ишуа, который принес мне спасение. И это помогло, помогает мне до сих пор. Поэтому у меня, я еще рассказывал, что у меня были друзья францисканские монахи. И я вам хочу сказать, что они ходили в такие отделения, гнойной терапии, куда не ходит никто. Они мыли этих баллов, этих людей, знаете, просто... Я за сих пор вспоминаю это. Я первый раз пришел, я рвал там, я просто не мог, потому что ты заходишь, а там гной просто, живой гной. И они моют, они их любят, они к ним относятся. А он его еще ругает, он его моет. Он говорит, что ты делаешь, а ну там этот... А тут тихо, скромно. Молодой мальчик, который оставил... Ну, у кого закончил университет. И решил посвятить свою жизнь тем, что он будет служить таким людям. Понимаете? То же самое были баптистские ребята, баптисты, с которыми у меня были хорошие отношения, пятидесятники, харизматы, мессианские евреи, лютерани. Послушайте, премьер Розенберга научил меня этому. Вот именно чему я вас учу сейчас, не просто биографии, мессианское движение, как исторический факт, да? История нужна как опыт, да? Чтобы чему-то научиться. Я думаю, что в жизни каждого из вас были люди, которые вложили в вас что-то особенное. В жизни каждого из вас были люди из других церквей, динаминаций, которые помогли вам, вложили в вашу мозаику свой камушек, чтобы была целостная картина, да? И вот то, что происходило с Вомбрантом, он был еврей-христианин, который был там, в этих тюрьмах. И его еврейство, вот это еврейское составное, она влажила в этих людей нечто большее. По-моему, называются «Слуги Бога», они называются «Слуги Бога или нет?» «Церковь Бога или семья Бога?» Ада, как называется в Румынии «Православная церковь» «Слуги Бога или друзья Бога» они называются? Они как бы православные, но они такие, а протестанты еще. Слуги «Друзья Бога» по-моему. Или «Семья Бога». Не знаешь. В общем, благодаря этому произошло, так как бы скажем, внутри православной церкви Румынии реформаторское движение, то есть, которое «Друзья Бога», по-моему, называется. То есть, идея какая? Они просто какие-то моменты пересмотрели, они стали говорить, опять же, на понятном языке, они начали быть ближе к людям, знаете, книги богослужения переводились на румынский язык. Ну, что-то произошло, вот это, то, что было в этих еврейских миссиях, перешло и к этим людям. И эти люди, ну, воспользовались этим, им очень много-много румын пришли к живой вере. То есть, они вроде как православные, но они, ну, можно сказать, как рожденные свыше, да? Так вот, в Одессе есть католики, которые тоже говорят на иных языках, знаете, да? Ну, очень много, кстати. Реформаторские католики их так называют. Хорошо. После недолгого освобождения в 1953 году последовал новый арест. То есть, Вомбрандт вышел, его выпустили из тюрьмы все-таки, он вышел, немножко побыл на свободе, опять начал проповедовать, причем проповедовал жестко, и его опять закрыли в тюрьму. 25 лет каторги. Его жена, ну, как бы, когда они были там, уже вместе, она тоже вышла из тюрьмы, и он молился, услышал его молитву. Господи, если ты знаешь в тюрьме людей, которым я могу помочь, и души, которые через меня могут спастись, пошли меня обратно. Представьте, жена не видела мужа 14 лет, сама прошла ад, их сын вырос без них. Представляете все, что происходит? Это так легко говорить мне, здесь, вам. А как этим людям? Он прошел через ад, его убивали, она прошла через ад, они сохранили веру. Их сын вырос в этом гонении, тоже сохранил веру. Вот они встречаются вместе. Ну, вроде бы, успокойтесь, доживите уже, наконец-то, сколько можно. И Он говорит, Господи, если есть там еще в тюрьме люди, которым я могу помочь, пошли меня обратно. Потому что, когда Он вышел, Ему не давали проповедовать, Ему закрыли доступ к церквям. То есть, Он начал себе делать это тайно, поэтому, как бы, Его и схватили, и посадили в тюрьму. И жена Его сказала, аминь. Его жена согласилась. Какая бы жена из вас согласилась бы так? Это очень тяжело. Я думаю, что, я думаю, что, может быть, мы все это сделали бы. Но только когда, это может быть, когда вы близко знаете Бога. Ну, итак, послушайте, Он говорил так. В тюрьме мы забыли все истины об истине. Мы жили одной истиной. Новый Завет, Писание, Тора, Танах, Библия, это было единственным, то, что утешало их. Потому что не было Библии, и нельзя было держать эту Библию у себя. Они учили ее на память. Они учили друг друга. Они знали главы, они цитировали, они размышляли над этими стихами. Вумбрандт, он рассказывал, что он размышлял над «Отче наш» в течение этого полугода. Потому что он забыл все Писание. Но помнил только вот это. «Отче наш, сущий на небесах». И полгода он просто молился такой молитвой. «Отче наш, сущий на небесах». «Отче наш, сущий на небесах». Потому что два года в одиночной камере. Вы представляете, это с ума сойти можно. И Бог дал свою благодать, Бог дал свою милость. Он пришел к нему и сохранил ему разум, и дал ему продолжать жизнь. И вы помните, когда он умер? В 2001 году. Итак, Вумбрандт был освобожден в 1959 году. То есть по всеобщей амнистии. Идея какая была? О том, что его опять арестовали, узнали вот эти миссии, американские миссии. И они выразили протест. А в то время Румыния, она была очень бедная, она нуждалась в деньгах. И они делали что? Они продавали своих евреев и верующих. Просто продавали. То есть если евреи хотели уехать в Палестину, Палестина платила им деньги. Ну в Израиль. Израиль платил им деньги за каждого человека. И они могли беспрепятственно уехать. Ну деньги шли в казну, понятно. Так же самое и с Вумбрандтом было. То есть за него заплатили 10 тысяч долларов. Норвежская еврейская миссия и еврейский христианский союз. Они собрали 10 тысяч долларов, отдали государству. И они с женой и с Михаем уехали из Румынии. Они вернутся в Румынию в будущем. Община была разогнана, к сожалению. Община была разогнана и не было этой общины. Ну в будущем, к сожалению. Но верующие остались. И они продолжали служить. И по свидетельству Вумбранда он встречался в будущем с евреями, которые были плодами его людей, вот тех, кого он привел к Господу. Они проповедовали, они потом выезжали в Израиль. И в Израиле начинали еврейские христианские служения. Еврейские христианские служения они начинали в Америке. Ну это уже будем называть больше мессианские служения, да? Потому что это уже были более мессианские служения. И Ричард посвятил себя, свою жизнь, всю оставшуюся жизнь гонимой церкви. Живя в Америке, он заботился о гонимых христианах во всем мире. Он писал в своем журнале «Голос мучеников» их истории. Он собирал деньги для них. То есть он переправлял литературу в Советский Союз, в Библии. Они покупали, они делали как радио, которое транслировало, понимаете, да? Они боролись за, вот опять же, политика. Они приходили, просто устраивали пикеты перед президентом Америки и говорили, что мы знаем, что вот Вася Никифоров, его посадили в тюрьму за веру. И президент писал советским этим товарищам, что случилось. Как вы говорите о свободе религии, а Вася Никифоров в тюрьме. И благодаря этому его не убивали, и он оставался живым, этот Вася Никифоров, понимаете? То есть они оказывали давление даже в такой сфере. То есть послали людей даже таким образом. И смотрите, и он продолжал любить Израиль. Он очень часто бывал в Израиле, он служил в Израиле евреям, которые были в Холокосте, потому что они почему-то его, ну, знаете, воспринимали его. То есть он, вот видео есть, он такой какой-то такой мягкий весь. Он говорит резко, но он мягкий такой. Вот посмотрите, какой он, да? Открытое лицо. И он очень, он писал много книг, написал. Некоторые из них я вот показываю вам. «Пытаем из-за Христа», «Христос на еврейской улице», «Христос спускается в тюремный ад», «Дети говорят о Христе», потом еще есть хорошие книги, где он говорит, разоблачает Карла Маркса, он говорит, «Карл Маркс и сатанизм». Ну, вообще, на самом деле, вот тоже такая тема, есть, как раз еще чуть-чуть времени осталось. Карл Маркс в юности, он был христианином. И его слова были такие, когда он писал, как бы, он писал сочинение, как поступить в университет, он писал, что Иисус, ну, что только человек, который познает Христа, может познать глубину мира. Только Христос может открыть человеку путь познанию вообще красоты, окружающей его. Ну, мысли какие хорошие. И спустя 10 лет он написал такие слова Маркс. Он написал, что «Моя душа, принадлежавшая Богу, идет теперь в ад. Сатана, возьми меня, и мы вместе будем там». А все получилось из-за того, что человек вместо того, чтобы искать Христа, он начал интересоваться христианством, богословой. Всякие, знаете, были такие модернистские богословы, которые ставили под сомнение Писание, Библию. И это увело его в сторону. То есть он стал агностиком, в конечном итоге он стал воинственным безбожником и антисемитом. Еврей, который стал антисемитом. И Вумбрант писал и об этом. Он писал, что в основании коммунизма, в основании вот этой коммунистической идеи это религия дьявола. Что на самом деле это религия дьявола. Она как бы замаскирована под политику. И он не боялся, он всю жизнь выступал о том, что он говорил, Бог дал ему пророческое слово, что коммунизм падет. Что придет время, и Советский Союз, он падет. И все говорили, Рихард, ты в тюрьме, наверное, повредился в сознании. Потому что великая страна, которая вроде бы колос на железных ногах, с железными руками. Но пришел Бог. Понимаете. Итак, Вумбранты всегда жили скромно, сосредоточившись на своем деле. Они не были сентиментальными. Слишком много было пережито ими. И цель их жизни была четко определена. Их жизнь и служение — драгоценный дар в наш духовный оледеневший век, в наше время измен и духовной пустоты. Они служили Господу во всех обстоятельствах. И даже в вынужденном одиночестве не были одинокими, всегда оставаясь с Богом, наедине с Богом, за все благодаря Его. Рихард Вумбрант умер 17 февраля 2001 года в Калифорнии в возрасте 92 лет. За несколько месяцев до его кончины отошла вечность его спутницы жизни и верная сотрудница служения Господа, бывшая узница за Христа Сабина Вумбрант. Ей было 87 лет. И знаете, что удивительно? Когда его освободили, он был в Америке, и он свидетельствовал перед Конгрессом в США. Есть документальная съемка этого. Что происходило? Он рассказывал, как его мучили, как его пытали. И он снял одежду и показал свое тело. Это было, знаете, как вам сказать, он был весь в шрамах. Живого места не было. И врачи, когда осмотрели его тело, они сказали, что 4 или 5 ран, они вообще несовместимы с жизнью. То есть он должен был бы умереть. Но Бог хранил его. Бог хранил его для того, чтобы он был свидетелем Божьей славы. Итак, мы завершаем. Завершили, конечно, это обзорный курс. Вы видите, да, мы как бы бегом пробежали по всяким местам. Мы проговорили, говорили о еврейских миссиях. Мы говорили о том, что происходило, об этих людях, которые являлись, знаете, такими знаковыми личностями именно мессианского движения. Их было намного больше. Я выбрал просто... Я еще хотел потом... Если бы вчера у нас было времени, я бы вам рассказал про Даниила Циона, который был раввином Болгарии, который спас болгаров, еврейских болгар от Холокоста. А потом он был верховным раввином Болгарии. И о других мог рассказать. О том же Петре Городище, который в революционном Киеве, в революционном Киеве, в погромах, все спасал евреев. И была большая расслабщина. О том, что Петре Смолере, который вместе с палаточной миссией Астахова-Салова ездил по Донбассу, когда там батька Махно был, когда убивали людей там. Они ездили из города в город с палаточной миссией, проповедовали Ешуа. То есть тот же Розенберг, который прошел через... То есть можно еще столько рассказывать. О том же Вомбранте. И вот знаете, у меня сейчас говорю, как в 11 главе евреям, да? Не хватает времени, чтобы рассказать о тех, которые были, делали вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И делали еще несравненно больше, о чем я мог бы сказать. Это интересная тема. И даст Бог когда-нибудь мы еще поговорим о ней. И мы откроем новые Личности. И то, что я пытался вам донести все эти четыре дня. Давайте я подытожу все. Первое. Говорите с людьми на понятном языке. Говорите людям на понятном языке. Не бойтесь говорить с людьми. Это второе. Не бойтесь. Мы иногда боимся говорить с людьми, потому что мы думаем, что они подумают о нас. Мы не образованы, или мы слишком образованы, а может, они не образованы. Говорите с людьми. Это второе. Третье. Бог всегда будет с вами. Потому что Он сказал в Своем Слове, что Он не оставит нас. Он не бросит нас. И очень важный момент, который я всегда буду вам говорить. Вы призваны служить еврейскому народу в проповеди Евангелия, Благой Вести. Разными способами. В молитве, в проповеди прямой, в танце, в спектакле, в пении. Проповедуйте, говорите. Один человек в год. Просите одного человека. Просите. И что написано? Дано будет вам. Стучите, и вам отворят. Пять минут в день за Израиль. Не нужно часы. Начните хотя бы пять минут. И вы увидите, как потом их станет десять, а потом двадцать, а потом сорок. Начните с пяти минут. И вы увидите, что начните пять минут в день читать Библию. Послушайте, иногда у нас, знаете, чтение Библии стих в день. Дежурный, знаете, стих на день. Не нужно так. Вы помните, как пришли все эти люди к Господу, читая Писание. Новый Завет изменил их мышление. Новый Завет открыл Мессию. И даже человек, я специально делал упор, что Вумбранд, он не был духовным, высокодуховным таким. Он был обыкновенным атеистом. Он родился в неверующей семье. Он вырос неверующим. Но когда попала в его руки Библия, помните, что с ним произошло? Когда Лихенштейн закинул книгу за шкаф, а потом через 20 лет открыл Новый Завет, через 30 лет открыл Новый Завет, что он сказал? На меня полилась просто Божья милость, Божья радость, то, что я не ожидал. Я ожидал шипы, а там были розы. Я ожидал боль, а пришло спасение. Пришел Ишуа, пришел Господь. И самое главное, делитесь. Делитесь тем, что вам дал Господь. Во все народы и делайте себе учеников. Делайте учеников. Поднимайте рядом тех, кто смогут подхватить и идти дальше. Вот на этом я, наверное, и завершу. Мы закончим молитвой. Господь, во имя Ишуа, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил нас. Быть делателями Твоего Слова. Не просто слушателями забывающими, но делателями. Господи, мы много говорили, мы много принимали, мы много слушали. Но, Боже, пусть это семечко, пусть это семя, которое Ты вложил в наши сердца, оно взрастет. Оно взрастет просто и принесет свой плод. Мы просим Тебя за одного человека, за одного еврея. Господи, одного еврея в нашу жизнь. Господи, дай нам человека, кому мы сможем просто проповедовать, свидетельствовать. Одного еврея, Господь, чтобы он познал Тебя. Господи, во имя Ишуа, дай нам, Боже, не забывать, Боже, о молитве. Дай нам не забывать, Господи, о служении Тебе. И помоги нам быть ответом на вопросы для многих людей. Помоги нам быть источниками Твоего Божьего сердца, Твоей любви, Твоего милосердия. Мы богословляем Израиль во имя Ишуа. И мы просим Тебя, чтобы спасение, оно пришло в Твой народ. Мы просим, чтобы Твой народ, Господь, Он познал Тебя во всем. Чтобы пришла полнота, Господь, полнота, наполняющая все. Чтобы вот это время, когда полнота в народы, и весь народ спасется, мы стали свидетелями этого времени. Чтобы мы были участниками этого Божьего движения. Чтобы мы были теми, кто будет собирать этот Божий урожай. По славу Твою. И пусть поднимаются другие люди, Господи. Пусть другие становятся известными. А дай нам быть только для Тебя известными, чтобы Ты нас знал, главное, во имя Ишуа. Субтитры создавал DimaTorzok